Вывести бизнес по прокату маломерных судов из тени значит заставить предпринимателей соблюдать законы, главный из которых защищает право потребителей на получение безопасной услуги. Тот беспредел, который творится и продолжает твориться в Анапе по поводу размещения технических зон, это только маленькая часть тех вопросов, которые мы будем обсуждать и, наверное, с сегодняшней межведомственной комиссией мы возьмем старт для подготовки к следующему курортному сезону. Ну и, соответственно, закончим этот достойно. На карте результаты мониторинга. Сергей Семерков, начальник управления гражданской обороны и защиты населения, озвучивает цифры. 18 законных технических зон и 9 появившихся стихийно. Но глава города не согласен с таким выводом. И среди легальных предпринимателей есть те, кто злоупотребляет своими правами. Договор на водопользование, подписанный с Кубанским бассейновым управлением, не подразумевает создание технической зоны. И тем более не дает право на пользование пляжной территорией. Водопользователи наши уважаемые, еще что? Они же еще и руководителям здравниц предлагали. Берите у нас пляж в аренду. Это вообще бредятина, это мошенничество, самое настоящее. Они к пляжу не имеют никакого ни малейшего отношения. Поэтому сразу в решение. Значит, юридическую службу сюда и провести полнейшие консультации по законодательству. Берем водный кодекс, берем земельный кодекс. Нет у нас специалистов. Значит, заключаем соглашение, находим юридическую контору, не обязательно в Анапе, которая нам полный расклад правовой даст основы расположения в том или ином месте технической зоны. Контролирующие ведомства, способные повлиять на ситуацию, снизили свою активность, считает руководитель Анапского участка ГИМС Сергей Стариков. Росприроднадзор, например, за весь сезон обошелся единичными протоколами, тогда как владеет самым действенным рычагом воздействия на нарушителей, может изъять водный транспорт. Но административное наказание может грозить нарушителям. Есть уголовная ответственность. Зачетный период сотрудниками транспортной полиции проведено 45 рейдовых мероприятий. Из них, как уже Сергей Алексеевич сказал, 21, это было совместно с ними. Значит, в ходе этих мероприятий выявлено 18 фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По четырем фактам из 18 возбуждаются уголовные дела буквально, я думаю, до 10 сентября. Согласование с руководителем Следственного комитета Южного федерального округа по транспортам получено. Межведомственная комиссия объединила специалистов всех служб, в зону ответственности которых попадает работа техзон и точек проката маломерных судов. Вы сейчас сами доказали то, о чем я говорил в начале нашей комиссии. Если мы каждый будем делать то, что нам положено и предписано законодательством по нашим должностным обязанностям, не будет этого всего.